Качественный алкоголь не может стоить дешевле 60 гривен, так решило правительство, установив минимальные цены на спиртное. Кабмин в чистом выигрыше. Чем дороже продукция, тем больше налогов заплатят торговцы. А что обычные граждане? Может станут пить меньше? Или будут травиться фальсификатом, как в былые времена? А может возродят культ самогона? Инна Христич узнала правду. Замечательный напиток. А что-то в чем вы мне наливаете? Вы уверены, что в этом надо посуду? А у вас нет другой стакана? Правильно посуду довезет. Да? Ну хорошо, вы меня уговорите. Вообще-то Виктор Андриенко предпочитает напитки менее крепкие – херес или молодое вино, но в этом заведении ни то, ни другое не подают. Лучше выпить меньше, но отменного качества – кредо знаменитого долгоносика. Утром свежая голова. Добрый вечер! Почитай ему шоу «Долгоносики». Правда, самого Андриенко в отделах алкоголя встретить нереально. Мне легче поехать Михаилу Михайловичу в Ужгород и попросить, он мне даст хорошего, молодого, прекрасного узгородского вино-закарпатского. Ты становишься космонавтом, ты пьешь и такой у тебя в анабиозе, ты такой ходишь, веселый такой, со всеми, такой всемедленный у тебя такой, ну такой игристый, классный. И хорошее у тебя такое настроение. Кому с друзьями-виноделами не повезло, а настроение поднять хочется, придется искать другие варианты. Отдых в таком ресторане могут себе позволить не все. Так, посмотрим. Шампанское от 2000 за бутылку. Самое дешевое вино, кстати, украинское – 525 гривен. А что покрепче? Ну вот, пожалуйста, коньяк – 195 гривен и всего за 40 миллилитров. В магазинах такие напитки в бутылках дешевле в несколько раз. Но и там цены кусаются. Если год назад приличное импортное вино можно было купить гривен за 250-300, то сейчас оно стоит все 500. Алкоголь подорожает еще. Правительство приняло решение повысить минимальные цены на треть. Сейчас пол-литра водки стоит в среднем 45 гривен. Осенью же будет минимум 60. Коньяк – от 95 гривен. Бутылка самого дешевого шампанского обойдется в 50 с лишним гривен, а вина – в 40. При сегодняшних уровнях дохода это действительно большинство людей отрежет от возможности купить качественный алкоголь. Естественно, к сожалению, это придет к тому, что будет развиваться рынок фальсификата за счет производства водки. Водку подделывают чаще по нескольким причинам. Несложная технология производства и большой налог. К тому же это самый народный напиток, хотя украинцы и пьют крепкого спиртного раза в два меньше, чем россияне. В так называемых наливайках остаграммиться можно на десятку. Признак всех наливайок. Обратите внимание, если вы хотите вычислить такие места. Войну незаконной торговли алкоголем объявили в Одессе. Местные активисты регулярно сообщают чиновникам и милиции о таких точках. Пару-тройку десятков наливаек удалось было закрыть. Но некоторые из них спустя время работают опять. У вас есть лицензия на торговлю? Холодильник забит пластиковыми бутылками с водкой. На полу канистры из-под спирта и бутыли с вином. Куда смотрит милиция? Активисты только диву даются. Милиция дважды отсюда изымала товар. Дважды с нами. И она все равно работает. Я не понимаю, почему. Я вам скажу больше. Участковый находится вон в том здании, ровно через дорогу. Сидит участковый окнами сюда, на эту будку. Никого не колышет. Спиртное изъяли и на этот раз. Раздосадованные клиенты уходят не в одном глазу. Но есть ведь много других наливаек. Водку сомнительного происхождения туда подвозят среди бела дня. События в неделе удалось это задокументировать. Видишь, он все в этот морозивок уложит. Масштабы подпольного производства по всей стране шокируют. Только за три месяца с начала операции «Акциз» налоговая милиция конфисковала спиртного на 270 миллионов гривен. Это неуплаченные налоги и ущерб для госказны. А как оценить подорванное здоровье потребителей? Любая продукция, которая производится не по ГОСТам, не по санитарным нормам, она является однозначно опасной для здоровья. Смертельное отравление – это уже крайний случай. Но у нас масса случаев, мы знаем, когда просто идет поражение внутренних органов, когда просто медленно, но уверенно человек всадит в свое здоровье. Для паленой водки, как правило, используют технический спирт. Контрабандой его везут из России и Молдавии. Определить фальсификат можно и без химического анализа. Достаточно взглянуть на ценник. Легальный продукт дешевым быть не может. Лучше перейти на меньший объем потребления, то есть купить бутылку не 0,7, а 0,5, не 0,5, а 0,375, но купить ее в магазине, качественную, нормальную продукцию, которая сертифицированно произведена из спиртов высокого качества. Горячительные напитки прежде уже становились недоступными, но трезвости это не прибавляло. Многочисленные антиалкогольные компании в Советском Союзе тому подтверждение. Виктор Андриенко предсказывает победу человека над государством и теперь. Человек, все, что есть у него, а у него всегда на огороде, на своем саду все качественное. Он туда химию не набросает. Вот из этого будет делать себе самогоночку, понимаете, гнать. Кстати, по цене чекушка водки – это, например, пачка сливочного масла или банка консервированных сардин, или плитка шоколада. Так все-таки народ станет меньше пить или, как в том известном анекдоте, меньше есть. А деситы на эту тему уже пошутили. Инна Христич, Елена Милова, Юрий Станков и Владислав Смеленец. События недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok